Братская рука помощи выглядит именно вот так. Она держит российский флаг. Паралимпийский комитет Беларуси избежал наказания за флаг России. Сборная будет выступать на играх. Аккредитацию отозвали лишь у Андрея Фомочкина, да и тем не менее президент Беларуси Александр Лукашенко возмущен действиями представителя МПК. Кстати, решение пронести российский триколор на открытие игр приняла вся, без исключения, белорусская паралимпийская команда. Об этом спортсмены даже заранее предупредили президента Беларуси Александра Лукашенко. Он команду от поступка отговаривать не стал. Это инициатива белорусской делегации, но это, подчеркиваю, лишь и наша государственная позиция нашей страны. Позиция нашего президента, вы знаете, наверное, он также является и президентом национального олимпийского комитета. Вот. Мы поддерживаем в этом решении наших паралимпийцев. Мы солидарны с россиянами и считаем, что российская паралимпийская сборная должна была участвовать в этих соревнованиях. Ну а в целом причины, по которым вот этот шаг был, этот жест был сделан, мне кажется, объяснять лишний раз не нужно. Конечно, россияне, наши братья, все это делалось не ради каких-то наград и не ради какого-то пиара. Я думаю, что не нужно объяснять, как все переживали люди, для которых спорт – это не спорт, это вся их жизнь. И мы неоднократно видели и интервью российских спортсменов, которых вот так вот отстранили. Тем более, ну, сама причина того, что отстранили, допинг – это тоже, как бы, конечно, вызывает недоумение, потому что, как говорится, положите на стол факты по каждому спортсмену, которого отстранили. Тогда, конечно, вопрос будет стоять совершенно по-другому. Но доказательств никто не предъявил. Вот. Людей отстранили. И поэтому, вот именно поэтому, а не ради каких-то наград и не ради каких-то высоких слов, все это было сделано. А в России Андрея Фомочкина уже назвали человеком с большой буквы. Сначала МПК грозился наказать флагоносца, отстранить от игр. Только вот как это сделать? Ведь в них он не участвует. Тогда международные функционеры решили пойти дальше. Теперь они подумывают отстранить всю белорусскую команду. А вот это уже серьезно. Поддержка в сборной Паралимпийской России, конечно, огромная во всем мире. И это некое проявление поддержки тоже, оно, конечно, трогательно и заслуживает уважения. Но мы желаем, конечно, Паралимпиаде успешного проведения, спортсменов реализовать свой потенциал. А с нами будем поддерживать наших спортсменов. И понятно, что наши недоброжелатели тоже ополчились на белорус. Не иначе, как политическая провокация. Гнать этих белорусов из Рива. В иностранной прессе уже говорят, что Андрей Фомочкин чуть ли не сорвал Паралимпиаду. Ну, если для мира белорусы, можно сказать, нехорошие люди, то для нас ни много ни мало герои. То этот шаг стоит над политикой, для человеческих шаг, человеческий поступок, настолько важный сегодня для наших паралимпийцев и для всех нас. Спасибо, спасибо большое. Я не могу не сказать вам о реакции газеты Guardian, которая написала, после того, как это было сделано, после того, как на стадионе появился российский флаг, она написала, опубликовала статью, в которой сказалось, что белорусы подпортили открытие Паралимпиады российским флагом. Он дословно подпортил настроение яркой, шумной и доброжелательной церемонии открытия Паралимпийских игр. Это пишет издание страны, которая считает себя цивилизованной. Это пишут люди, которые полагают себя журналистами. Я понимаю, что сейчас начнутся, видимо, гонения, в том числе и на этого человека. Вы знаете, вот такие статьи и уже позвучавшие заявления о наказании, неизбежности, неотвратимости наказания, это фашизм. Андрей Фомочкин, который нес флаг России на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, практически всю свою жизнь посвятил спорту. Субтитры подогнал «Симон» А на родине Андрея Фомочкина в городе Армавир поступок земляка вызвал восторг. Кстати, спустя 30 лет его рекорд Краснодарского края на дистанции 110 метров с барьерами до сих пор не побит. Я помню его уже взрослым, ну, девятиклассником. Он заканчивал школу в 1980 году, а я поступил на работу тренером-преподавателем тогда в 1978 году. И он мне запомнился тем, что он был многосторонний, развитый спортсмен, легкоатлет. Во-первых, в прыжках он где-то близок был к рекордам Краснодарского края. В беге он вообще поустанавливал рекорды края. Особенно вот бег 110 метров с барьерами, бег 400 метров. У него получалось все это легко и как бы это... И видно было огромный потенциал. Ну и на фоне таких подвигов, поступок показать флаг России на открытие Паралимпиады, назвать каким-то преступлением, просто язык не поворачивается. Да пусть мировая пресса исходит ядом. Но мы все-таки тоже не бросим братьев-белорусов. Так же, как и они нас не оставили. И вот Лайв запускает акцию «Поддержи братьев». Добавьте флаг Белоруссии на свое фото. На странице Лайв во всех соцсетях есть шаблон. Вы можете его скачать и разместить на своей страничке в Твиттере, Фейсбуке или ВКонтакте. Белоруссия, спасибо за смелость, честность и взаимную поддержку. Белорусские спортсмены-паралимпийцы, вы красавчики. Им не разрешили, а они все равно пронесли наш флаг на Паралимпиаде. Прямо ком в горле. Спасибо, братья. Спасибо, Белоруссия. Победы вам. Преклоняю оба колена, как и обещал. Низкий поклон и огромный респект. Белорус-паралимпиец с флагом России успел пройти четверть стадиона, прежде чем флаг у него отобрали. Эта четверть стадиона стоит любого марафона. Несмотря на запреты, несмотря на давление, они все равно сделали это. Еще раз доказав, что паралимпийцы сильные духом ребята. Несмотря на строгие запреты спортивных бюрократов, наши белорусские друзья все-таки вынесли флаг России на открытии Паралимпиады в РИА. Спасибо вам, братья. А в нашем паралимпийском комитете уже заявили, что благодарны белорусам искренне. Те и правда сдержали слово. Сказали, что возьмут наш флаг. И вот российский триколор на Маракане. МПК придумали, как придраться. Сказали, что расценят флаг России на стадионе как политический протест. Ну где же здесь политика? Да в общем-то белорусы все это поняли и не испугались. Сделали как надо. А вот украинские СМИ не оценили этот поступок. Причем сначала большинство крупных интернет-изданий просто проигнорировало акцию паралимпийцев. И только несколько часов спустя, что удивительно, именно когда МПК пригрозил Минску санкциями за политический демарш, на Украине разразились едкой критикой. Возможному отстранению белорусской сборной радовались практически все СМИ соседнего государства. И заголовки кричащие. Прогиб засчитан. Или, например, вот белорусский спортсмен забыл, как выглядит его национальный флаг. А наша команда лишилась права выступать на играх в начале августа. Незадолго до Паралимпиады. Все четыре года больше двухсот спортсменов готовились к соревнованиям. И за три недели до них им сказали, вы никуда не поедете. Решение принял Международный паралимпийский комитет на основании клеветы беглеца Родченкова. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что наши спортсмены постоянно используют запрещенные препараты. А поставляют их чуть ли не спецслужбы России. Лицензии наших отстраненных атлетов раздали другим странам. 23 достались штатам. А вот Азербайджан в знак протеста от дополнительных мест на Паралимпиаде отказался. Так и заявили. Ни наши, ни возьмем.